Друзья, всем привет! Сегодня мы оказались в городе Бухарест, в самом его центре, возле здания румынского парламента. Это самое крупное здание парламента в Европе и второе по величине, вообще административное по размеру здание в мире. То есть есть еще какое-то где-то здание больше этого в мире и вот это здание, административное здание парламента на втором месте в мире, вообще во всем мире. Сегодня выходной день и все парковки пустые, город весь пустой, можно спокойно погулять, поизучать. Здесь уже много машин с Турции приезжает, с турецкими номерами и вообще атмосфера уже не европейская. Мы пересекли границу, выехали из Шенгена и, собственно, здесь уже такое, все ближе к нашим, ближе к России, Менталитет, все такое. Только цены чуть повыше. Вот тоже путешественники приехали на трех джипах с Польши, по-моему. Экспедиция. Да, поляки. Цену на парковке. Мы здесь припарковались буквально, наверное, в 100 метрах бесплатно, а здесь вот 1 евро час и 30 евро 30 лей. Это где-то 6 евро сутки. Ну, либо сутки, либо день. Вот. Но здесь как бы пусто и, возможно, наверное, даже я сейчас не прочитал. Скорее всего, на этой площади в таких местах они обычно выходные или вечером бесплатно делают. Ну, что хочу сказать, что как бы уже в Европа вроде бы закончилась, но цены такие на парковку не европейские. Несмотря на то, что город большой, но здание красивое. Здание красивое. В Будапеште тоже примерно такое же. Наверное, по размерам, может, чуть-чуть меньше. Но там тоже большой парламент. А, да вот, до 20 часов. С 8 до 20 она работает. То есть после 20 она бесплатна. И с понедельника по Сандой. То есть выходные тоже нужно платить. У нас здесь начинается старая такая архитектура помпезная. Наверное, за это Бухарест называют еще маленьким таким Парижем, потому что он тоже на холмах построен. И вообще, в принципе, вся Румыния, она идет такая на холмах. Здесь скал, гор такого здесь очень мало, как и в Венгрии, в принципе. И серые здания тоже можно встретить, как у нас или в России. Я думаю, здесь еще бывает много осадков, поэтому... Вместе в перемешку с пылью вот это все вот здание сильно пачкает. У них здесь сегодня выступление на площади. И вот она считает. И можно понять, до 10 можно понять практически все цифры. Это смесь, наверное, какой-то латиницы, может быть, итальянских вот этих языков и наших тоже. А здесь вот здание банка. Секбанк. Тоже такое помпезное, очень красивое. Это вот, по всей видимости, румынские наряды народные. И они очень сильно напоминают украинские вышиванки. Но здесь Украина вообще совсем близко. И я думаю, какое-то веяние все равно есть. И украинцев тоже много очень машин с украинскими номерами. Мы сегодня жили в Хилтоне, в аэропорту. Там, наверное, 50% украинцев были. Продолжаем прогулку по старому центру. И вот все больше и больше вот таких вот домов серых. С пластиковыми окнами. А еще мы сейчас заходили, там есть здание историческое какое-то. И, в общем, вот внутри этого здания они сделали много всяких разных баров. Но уровень так себе. А вот это вот исторический музей. Он сейчас закрыт. Ну, говорят, там очень красиво внутри. Это музей, исторический музей Румынии. А, то есть, вы снимай. И за счет того, что здесь латыница, можно много понять, очень легко понять, что написано. На дорожных знаках что написано, на вывесках что написано. Ну, и вообще, в общем и в целом. А здесь вот граффити. Их любимые. Как хорошо, что у нас вот в Алма-Ате вот этой ерундой они занимаются. Вот мне интересно всегда, где они берут деньги на баллончики с краской, чтобы вот так вот бегать, красить. Там у них еще целая иерархия есть. Они там знают, кто это накрасил, кто это накрасил. Там друг друга перекрашивают, как-то соревнуются. В общем, артисты. Я сейчас слышу уже колокола здесь. У них здесь православие, да? Много религий. Вот опять какое-то историческое здание. А они из него ресторан сделали в очередной раз. Вот. У них идет буква. Три цифры и три буквы. У нас в Казахстане раньше тоже такой формат был номеров. И вот у них в Румынии, Бухаресте здесь по многих местах так. А вот здесь всего лишь 30 лей стоит 24 часа. Парковка подземная. Можно припарковаться на 24 часа в подземном гароше. Храм именно православный храм. И, собственно, можно зайти, поставить свечку, бесплатный вход. Вообще, Бухарест – это одна из самых многонациональных столиц Европы, город. И, собственно, здесь климат тоже такой же, как в Москве. Ну, очень сильно уже на наше здесь все похоже. Артисты у них тоже выступают здесь. Ну, сколько было артистов в Будапеште там прям на каждом шагу. Здесь, конечно, поскромнее. Ну, и сам по себе город поскромнее гораздо. Прям чувствуется. Вот такие еще встречаются здания. А, это Novotel. Отель. И смесь чего-то такого старого. Либо это уже современное. Они в одно было построили. И вот здесь вот в Румынии встречаются любители собак. Но все равно нет такого, такой любви сумасшедшей, как где-то в Европе. Рядом с Национальным музеем искусств проходит выставка автомобилей. Вот это вот BMW. Семерка новая. И мне кажется, она электрическая почему-то. У нее такие ручки необычные. Просто какая-то полость. А и там внутри кнопка. Интересно. Раньше я таких ручек не встречал. Да. Похоже, электрическая. И вот на всех новых моделях вот такая вот штука. А там ручка. Это, по-моему, тоже электрическая. BMW. Все, уже пошла тенденция на машины с электрическим двигателем. Там все ручки как будто бы хрустальные. Интересная модель. Столько камер. Вот эта машина 100% электрическая, потому что нет радиатора. И там тоже нет. Вернее, есть радиатор. А вот здесь нет радиатора. Решетка есть, имитация решетки, но это просто имитация все. Это уже электрическая модель, ей не нужен радиатор. В выходной день они здесь перекрыли одну из улиц в больших городе, чтобы люди могли вот так вот погулять, музыку послушать, понаслаждаться прогулкой вечером. То есть днем в рабочие дни здесь машины ездят, здесь справа автобусы, наверное, ездят. А сегодня суббота, поэтому все гуляют по этой дороге, чтобы там не толкаться. Здесь типичный исторический центр такой, немного в готическом стиле. Вообще, относительно молодой город, поэтому здесь старых зданий не так много, но они все равно есть. Хорошо, но очень много людей, которые любят выпить, которые выпивают, и, наверное, вот этим самым мне ближе Турция, потому что там не так много алкоголя, но если он где-то есть, то, наверное, где-то в отелях, а вот так вот по улице никто не ходит и не пьет, не напивается. А здесь прям любителей выпить очень много. А вот здесь вот я понимаю, почему люди называют это место Парижем. Посмотрите, сколько крыс. И вот они прям в парке возле старого центра. Прям сидят, здесь ничего не бывало. Здесь еще и плавают в придачу. Или они уток гоняют? Я понять не могу. Вон она поплыла. Вон, эта крыса плывет. Она очень хорошо плавает, а утка ее боится. Вон, у нее спина чешется. О, а дочешется как собака. Там человек в туалет пошел. Вот так вот. Вот вам и Бухарест, друзья. В Париже, в принципе, то же самое. Возле здания парламента есть такие фонтаны красивые. Я видел видео с дрона, как их включают, как снимают. И очень красиво. С высоты это выглядит. Там здание парламента. Заехали вот на такую вот гигантскую парковку торгово-развлекательного комплекса. Уже ночью все по трассе, все были закрыты. Остановки. Я не знаю, почему. Прям уже давно они здесь не работают. И заправок тоже не было подходящих. А здесь прям было тихо, светло. под камерами. Все четко. Никто не подошел, не сказал. Хотя в Румынии у них здесь говорят, что очень строго, в машине спать нельзя. Но я просто так хотел спать поздно. уже не рассчитали чуть время. Поздно было. И в общем, просто заехали, быстро разложили и уснули сразу. Чем я больше еду по Румынии, тем я больше убеждаюсь, что страна очень сильно похожа вот на вот эти наши страны. СНГ, Россию, в Украине тоже очень похоже. Ну, все похоже. Обочины похожи. Как-то вот заборчики высаживают деревья вот в таких городах. Ну, возле трассов, по которым проходит. И вот как-то они все белят, все так же. Какие-то такие машинки, все. Менталитет тоже, наверное, чуть-чуть такой же похожий. И все столбы, и все вот это как-то провода, все похоже. И вот чем дальше мы отъезжаем. Как вот только с Венгрии выехали, даже в Венгрии чуть-чуть уже начинало нам это все напоминать. А здесь прям вообще сильно уже напоминает Родину, дом. Вот люди вот так на велосипедах ездят по трассе, пешком ходят. Европейцы, они, ну, как бы, вот эта женщина, она в магазин поехала. Вот видите, с сумкой за покупками. В Европе так, естественно, никто не делает. У них как-то, ну, не знаю, наверное, все по-другому. И вообще, в целом, страны Европы, они как-то все, наверное, по-другому живут. Вот это тоже мужчина куда-то, ну, он не ради спорта едет, он просто едет куда-то на работу, на велосипеде, потому что ему так проще, и нет другой возможности. А Европа, она, естественно, на работу, на электричках ездит, на общественном транспорте, на машинах, ездят. И, в общем, на самом деле, территория, история у территории Румынии очень интересная и захватывающая, где-то страшная очень временами. И я вот здесь узнал, что, оказывается, Молдавия и Румыния это было одно государство. Ну, до этого здесь были, в общем, Трансильвания, там еще какое-то, еще какое-то совсем, Валахия. Потом это все объединилось в одно большое государство, как оно называлось? Румыния. И, в общем, после Второй мировой войны разделилась Болгарию, Советский Союз забрал, а Румынию забрала Европа, и поэтому она поделилась таким образом. И вот эта вот часть Румынии, она, ну, прям вот, вот прям пахнет Советским Союзом, вот как у них здесь дороги делают, как вот эти портюры, как вот это все, поля вот эти вот, вот урожай вроде вырос, уже высох все, а они его не собирают до сих пор. И как люди ездят на дорогах, как правило нарушают, какие парковки бесплатные. Ну, в общем, очень сильно наши страны уже напоминают Румынию. И, наверное, здесь я не знаю насчет уровня жизни, возможно, даже примерно такой же уровень жизни, может быть, как у нас, в Алматы, или, может быть, как в Москве, примерно похожи, не намного выше. Ну, из-за того, что это, как бы, уже граница Европы, здесь, конечно, все представлены бренды любые, и... Ну, сейчас глобализация, сейчас любые бренды, они, как бы, везде есть. Вот. Мы сейчас подъезжаем к городу Трагавиште. Это, наверное, следующий будет. Вот населенный пункт. У них здесь ограничения 50. И мы много таких пунктов проезжаем, но у них здесь в магистрали. Магистрали платные, нужно покупать виньетку, но она стоит очень мало, всего лишь 3 евро на 7 дней. Вы можете без ограничений любое количество километров проехать. Это, наверное, даже меньше, чем у нас в Казахстане, потому что мы за километры платим, а здесь вы просто ее покупаете, и... ну, она у вас как бы 7 дней есть. Вообще, Румыния, на самом деле, очень красивая страна. У нее очень много замков красивых, горной местности, серпантинные дороги очень красивые, и... Ну, вот опять вот человек, вот он съездил в магазин, что-то купил и едет домой. Картошки. Я сегодня еще заходил в Кэрфор, и у них прям там ломится изобилие всякие разные колбасы. Кухня похожа вот больше на украинскую, на такую, на европейскую, на австрийскую, на германскую, то есть они здесь свинины много кушают, морепродуктов меньше. И вино здесь очень мало тоже стоит, поэтому многие злоупотребляют, особенно в больших городах. Вот. Вот такие же магазинчики тоже в домах. Кто-то человек сделал себе магазинчик. В Европе такого нет. То есть в Европе, если там как бы магазины, то это магазины, это сеть, кто-то этим занимается. Ну, есть, конечно, встречается, но это больше исключение, чем, допустим, правило. То есть здесь вот в этом как бы селе, в этом деревне нет никаких магазинов, наверное. Здесь только такие вот магазинчики, которые, может быть, человек сам открыл и кому-то что-то продает. цены здесь уже значительно ниже на все, в принципе. И проживание здесь уже ниже. Мы уже здесь сможем спокойно и в отелях останавливаться. Примерно похожи цены с турецкими на отели. И побережья здесь у них есть, но все-таки я думаю, сервис намного будет лучше в Турции в плане отелей. Здесь у них тоже платные парковки, как, в принципе, во всей Европе. Ну, не везде, иногда бывают бесплатные. В принципе, в больших городах даже в центре можно найти бесплатную парковку. Тоже у них вот эти мойки самообслуживания. Я заезжал вчера, купил 4 жетона на 4 евро. И прям мыл долго-долго и пена такая густая. Ну, то есть цены на мойку ну, на все ниже, наверное. Может быть, даже чем в Казахстане ниже. Ну, или такие же. То есть, если вы приедете в Румынию, вы здесь не почувствуете большой разницы, цены не будут кусаться, если вы приедете с России или с Казахстана. И вот знак 40. Ну, 40 никто не будет ехать. Я даже если сейчас приторможу, мне или сигналить будут, или обгонять будут. То есть, они здесь особо правила не не исполняют. Поэтому так у них здесь просто все. Сегодня воскресенье. Воскресенье много тоже кто закрывается как в Европе, но не так. То есть, магазины работают, вы можете в принципе купить и перерывов вот этих сиест и раннего закрывания по-моему, тоже здесь нет, они допоздна работают. В свое время у Османской империи в этих регионах были такие автономные типа республики под управлением Османской империи. и здесь был один такой граф Дракула Влад Цепиш, очень жестокий правитель, и его проза это прозвали Дракулой, типа вампиром, Дракулой, и в общем на самом деле его звали Влад Цепиш, мы про него очень много будем говорить. Когда была Османская империя, то правители, султаны, они могли забрать допустим детей, каких-то королей или еще каких-то других республик, других государств, и эти дети росли в Османской империи, и вот этот Влад Цепиш, он со своим братом именно рос в Османской империи, во дворце султана, его там тренировали, и в общем в какой-то момент его сюда поставили правителем, и чтобы он как бы был человеком султана здесь, в этом регионе. А он ополчился против султана, и в общем сказал, что не будет выполнять его приказы, не будет поручения его выполнять. Естественно, султан разозлился и пошел армией на Валахию, на вот это, на все, и он здесь столкнулся на самом деле вот на этих землях с очень большим отпором, во-первых, во-вторых, он здесь не смог так проходить быстро и резко, потому что здесь народ был в то время очень такой патриотичный, и то есть он не хотел этот народ сдаваться, и не хотел быть под османами, они не хотели, и вот османские, когда проходили здесь, вплоть до того, что даже янычары были задействованы, и очень много погибло и со стороны Османской империи, и со стороны вот этих вот людей местных, которые здесь жили, в Аллахии, Трансильвании тоже, я не знаю, до Трансильвании они дошли или нет, в общем, тут такие были всякие разные действия они делали, то есть они могли взять, допустим, свинью, бросить в колодец мертвую, и чтобы она там разлагалась, и в общем, люди, которые мусульмане здесь шли, Османской империи, они не могли, то есть если свинья в воде, еще тем более там мертвая, разлагается, они не могли эту воду пить, и поэтому без воды они не могли продвигаться, потом, когда вот этот вот отступали местные, их отгоняли туда, вовнутрь Европы, в сторону Венгрии, они все полностью сжигали, сжигали хлеб, поля, полностью все продовольствие, убивали всех животных, и вот здесь мы сейчас подъезжаем к одному городу, Троговище он называется, туда, когда пришла Османская империя, когда армия Османская пришла, они увидели поле просто трупов на, из местных жителей, на кольях, и просто, короче говоря, этот Влад Цепиш местных взял сам своих и убил нафиг, в общем, жескач здесь творился, цены вот такие вот на бензин 7, 7, где-то 7,50, ну, до 8, и, в общем, 7, это надо просто 1,0 прибавить, и получится наше тенге, то есть, ну, грубо говоря, 700 тенге, 1 литр топлива стоит, если в Венгрии у нас там примерно 1 к 1 был, если там как бы 7000, то и здесь 7000, и у нас 7000, а здесь примерно прибавляем 0, и, в общем, я сейчас пошел в магазин, купил там целый пакет продуктов, там целый мешок, и заплатил всего лишь 50 лей вот этих местных румынских, и это, ну, получается 5 тенге примерно 10 евро, то есть, цены весьма демократичные, бюджетные, товары качественные, вот, и в итоге, чем это все закончилось, я что-то не помню, а, ну, про Цепиши, не знаю, ну, получается, что в какой-то период, несмотря в каком году сначала османы, они дошли до Балахи, вот это Балахи, вот, как ты говоришь, автономные они были, но все равно под властью османы. Он, по-моему, убежал, по-моему, в итоге этот, Ла Цепиш, еще что-то. Ну, вот, получается, что в Ла Цепиш, вот эта вот территория, где торговей, что вот эта вот южная часть, понизу вся Румыния, это Балахи называлась, а вот чуть-чуть выше, вот уже то, что в сторону Венгрии к северу пошло, вот эта огромная часть, вот то, что граничит с Молдавией, это называлось Трансильванией. И получается, что вот этот замок, который якобы замок Бран, якобы замок Дракулы, он находится уже в Трансильвании, но это на самом деле не было его замком, он просто там иногда останавливался. А тот замок, где действительно его резиденция была, который он не построил, но перестроил под себя, вот он, тоже мы будем его приезжать, он уже тоже в Трансильвании находится. То есть, там, где его жена бросилась, узнав о его смерти со скалы, топилась в реке. Ну, там на самом деле саботаж, эта диверсия была, они, в общем, подкупили одного из местных, тоже полководца какого-то, или, ну, в общем, военачальника, и он пошел к этому Владу Цепишу и сказал, что его, в общем, жена, ну, типа, умерла, короче, и, в общем, на самом деле она не умерла, и она потом, по-моему, умерла, да? Она, узнав о его смерти, она же не знала, что это подстава. Да. И она бросилась из окна, в реку, со скалы, с этой крепости. И это было не в замке Вран, а вот в этом замке, который именно вот в Транссильвании находится, но это другое место. Сейчас я скажу, что можно назвать. Ну, короче, здесь всякие разные такие интриги были, и, в общем, Османская империя, она вот в Константинополе, в Стамбуле в настоящем встретилась с сильным отпором. и здесь вот в этих регионах она тоже сильно стопорилась, потому что вот этот Влад Цепеш, он, то есть, он учился при дворе султана, и он понимал, то есть, он знал, как работают янчары, как воюют в Османской империи, то есть, он изнутри это все знал, и он, используя это, он, тут партизанские всякие разные бои были в лесах, и, в общем, ну, за эту территорию, вот, между Османской империей и местными здесь были прям жестокие, такие жесточайшие бои, и вообще Османская империя, вот, чем мне, ну, как бы, понятны были мусульмане, тем, что султан приходил и говорил, вот, вот, вы, в общем, ну, вот, вот наша армия, либо вы сдаетесь и живете мирно, религию мы вам вашу оставляем, правителю все ваши богатства оставляем, либо, ну, нам придется на вас боем идти, если кто-то соглашался, то есть, капитулировал, то, ну, как бы, все, султан всегда свое слово сдерживал, а если нет, как вот здесь, то пришлось, приходилось воевать, и здесь, ну, в этих регионах были прям такие столкновения сильные на то время, жестокие, и там, головы отрубали на колу, и на колу эти головы висели, и там, и людей, и люди на колу висели, и в общем, что здесь только не творилось, проезжаем очередную деревеньку, небольшой город, ближе уже к горам мы подъезжаем, сейчас реки начнутся, и нужно отметить, что вот здесь вот, как и, наверное, в наших странах, уже водителей женщин очень мало, то есть, вот, наверное, Венгрия, даже до Венгрии, вот в Словакии мы еще видели много женщин за рулем, а уже в Венгрии меньше, и здесь вообще мало, то есть, здесь это уже больше исключения, а там, почти каждая, каждая, каждая машина, и, девушка за рулем, и мы еще спрашиваем, а что, почему у вас так в Европе, они говорят, ну, типа, может быть, вам это так, типа, попадается, может, это типа, случайность, а на самом деле, почти каждая машина девушки за рулем, и что? Африка называется Арджис, то есть, который мы едем. Арджис? Арджис, да, и этот город называется Куртия, да, Арджис. Здесь еще исторически проходили столкновения, плюс ко всему на религиозном фоне, то есть, католики с православными здесь Басараб первый воевали, но это вот Басараб первый он был еще до, значит, этого. Это дедушка, получается, график. Да? Да, он был Басараб второй, а, третий, его отец был Басараб второй, а это Басараб первый, это, значит, дедушка. Угу. Здесь вместе с тем есть и вот такие вот магазины европейские, Lidl, и все типа этого. здесь непонятно почему пробка, туристический город, небольшой, но такой самобытный. Езжаем к замку Буэнари, здесь осталось уже несколько километров, на самом деле это место не распиаренное, такое, возможно, даже и замок, или цитадель, как-то называется, я там уже сейчас краешком видел, наверное, на склоне он стоит, и туда надо подниматься, скорее всего, он закрытый, потому что место не распиаренное, но на самом деле это вот именно непосредственно замок вот этого Влада Цепиша, кстати, Цепиша, это не его фамилия, это его псевдоним творческий или прозвище Колосожатель, и вот здесь вот видите, речка, и вот к речке вот здесь на обочине стоят, и там многие машины спускаются прямо возле речки, как у нас, в Турции тоже любят так делать, в Европе вот такими делами никто не занимается. Бессараби. А, да, Бессараби, как у этого деда, которого мы сейчас проезжали, вот, и, собственно, место, я не знаю, почему они не пиарят, пиарят другой замок, в который он там просто приезжал несколько раз или несколько раз был. Кстати, здесь очень много медведей, и один раз мы ночью ехали тоже по Румини, и был труп прям кабана на автостраде, и кто-то наехал на него, и прям гигантский такой кабан, он может машину испортить, и это вот одна из причин, почему нельзя ездить по ночам. А вот это вот как раз-таки про то, что я вам говорил, видите? вот он, Сеня, улегся, и лежит, я не знаю, что он здесь лежит, просит, короче, но он может расфигачить машину вообще запросто, если захочет, я медведя так близко вообще никогда не видел. здравствуйте. офигеть, 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 Я видел, что здесь медведь, вон еще один. Ну, я думаю, ни в коем случае нельзя их кормить, потому что они могут полезть дальше, как обезьяны, на крышу и так далее, и вот они просто сидят здесь. Я знал, что они здесь есть, эти медведи, но что они вот так вот просто сидят, он еще и чешется. Засунем ему прям в рот телефон. Здравствуйте, девочка. Вот вам, друзья, и Румыния, и природа румынская. В Европе вы, конечно же, такого никогда не увидите. В общем, мы сейчас тут пытаемся найти, как попасть в цитадель, потому что мы уже выехали на горный серпантин, вот эту вот дорогу красивую, которая рядом с замком. Я подозреваю, что это было до, ну, понятно, что только пешком, но, может, должны где-то припарковаться, наверное, до этих медведей нужно было назад вернуться. Вот здесь периодически мосты вот такие вот. Я так подозреваю, что мы уже проехали немного, и, в общем, вот там эта цитадель, написано, что она закрыта временно, правительство ее реконструирует. Ну, и, в общем, собственно, как раз-таки вот с этой цитадели спрыгнула жена вот этого Влада Цепиша в речку с обрыва, когда ей сказали, что он умер. Но ее, конечно же, обманули, то есть там был саботаж, и там была такая диверсия, и, в общем, он тоже очень сильно расстроился. Короче, страшные вещи на самом деле здесь творились. Но вот это вот на самом деле его замок. Два человека идут, я, в общем, решил их сопроводить, чтобы их не сожрали тут нафиг, потому что, ну, они могут просто напасть, и мало вообще не покажется. Скажи, чтобы рядом с машиной шел. Дайс, мы можем вернуться, вы можете ходить. Какой-то капец, вон они их еще кормят. Ну, я бы, наверное, кормить не стал, потому что они могут просто взять и еще попросить, или взять сами. Мы, наверное, в общем, не пойдем на этот замок, потому что там надо по ступенькам идти. полторы тысячи ступенек, их еще здесь кормят. Это просто какой-то жескач. И, в общем, у нас на двух телефонах сирена сейчас сработала, что, в общем, осторожно, здесь медведи, видимо, видимо, айфоны или что-то еще поняли, и, в общем, они начали паниковать оба телефона. Тут написано, что присутствие нескольких медведей было сообщено об этом. Ну да. И, скорее всего, вон он, этот замок. Скорее всего, мы туда не пойдем. Ну вот, вот эти двое, это вообще просто невероятные экстремальщики. В шортиках вот так идут. Ну, удивительно, как... А вон еще на велосипеде едет. Двое на велосипедах едут. Не, ну, правительство понятно, а что они могут еще сделать? Я не думаю, что в Алма-Ате нам кто-то будет сообщить. Не, в Алма-Ате бы их просто сожрали бы и все. Расстреляли бы этих медведей, они бы здесь, естественно, не ходили бы. Да, я что-то перехотел туда идти. Реально, замок Дракулы. Может быть, я вам сейчас покажу просто эти ступеньки, как они выглядят. Здесь еще сама по себе дорога такая опасная, еще и плюс ко всему медведи. Они просто могут даже начать ломиться в закрытую машину, еще что-то. То есть, здесь вообще не вариант. Сейчас я посмотрю, где это вообще выглядит. Причем у нас все телефоны начали жужжать, вещать. То есть, не просто какая-то смс-ка пришла, а именно паника такая у телефона была. Здесь еще и камнепады плюс ко всему. Да, вот вам и Румыния, друзья. Ну, а что они могут сделать? Они их убивать не могут. Они могли бы просто забор сделать, но медведи этих прикормили, поэтому они сидят уже там и ждут, пока им сейчас что-то кинут, принесут туристы. Как обезьянки. Только не обезьянки, а медведи. Жаскач. Я думаю, где-то вот здесь должна быть парковка какая-то и уже отсюда, наверное, идут какие-то ступеньки. Вот, на второй телефон тоже пришло сообщение вот такое вот экстремальное. Причем телефон, он как сирена вещал. А, это европейский телефон. У нас здесь европейская симка, наверное, поэтому он так вещал. Это вот замок, 1480 ступенек. Вот здесь вот тоже указатель и вот здесь вот кафе. Ну, написано, что укрепление, вот это вот, в общем, замок, крепость закрыта на реконструкцию. Вот он здесь находится, собственно. И, скорее всего, вот здесь был ход рядом с этим кафе, с этим кемпингом, но сейчас все закрыто и, скорее всего, там не получится, наверное, даже через кафе пройти. Ну, в общем, что я вам хотел показать, что вот он, на самом деле, замок этого графа Дракулы и, в общем, почему его называли, потому что он был кровожадным, на самом деле, ничего, он кровь не пил, но это не точно, конечно, может и пил, но, в общем, узнавайте. А, может быть, здесь написано, когда они закончат. Вот. А, ну вот, в конце 23-го года закончат. Сейчас реконструкция там. Пока никак не пройти все, вот решетки со всех сторон, никак не пробраться. Ну, хотя, наверное, если сильно захотеть пройти, можно, но после тех медведей, которых мы увидели, я, наверное, не пойду. Причем, люди не боятся вот на кабриоле, это в том, что-то кричат. А они такие меланхоличные, эти медведи. Непонятно вообще. Вот это медвежонок, если, допустим, у мамы клинанет, он начнет орать или еще что-нибудь, она почувствует, что кто-то, допустим, угрожает ему, то она может утрывать и метать начать и, ну, просто может машину испортить или, допустим, там лицо кому-нибудь испортить или еще что-нибудь. и вот с этими животными нужно всегда себя вести очень аккуратно. Правительство, конечно, могли бы здесь поставить забор такой сетчатый. В Европе там все за заборами и, естественно, ни кабаны не выходят, ни олени не выходят. Хотя мы видели оленей в какой стране? в Испании. Прямо на дорогу выскочили, по обочине пробежали олени. Ну, не так, что вот прям сидит и вынь да положь. И я сейчас разговаривал с местным. Кстати, практически все местные, я не знаю, 90% наверное, неважно, где вы находитесь, разговаривают очень на хорошем английском языке, качественном, таком четком. И, короче говоря, вон жандармерия поехал наверное их разгонять. Но они могут, они могут хлопушками какими-нибудь, еще чем-нибудь, они их могут угнать, убрать с дороги, потому что на самом деле это они на вид такие безопасные, еще что-то, а это как бы такие животные и они могут из делов натворить вообще, потому что люди по своей тупости могут выйти и приблизиться там, или с рук начать кормить, или еще что-то. И вот он еще один, пожалуйста, видите, просто медведь, короче, на дороге. И он, ну и он говорит, типа, вы будете ехать, еще много увидите всяких разных и медведей, и животных. Ну, наверное, одна, а, и собаки спят себе просто. Видимо, у них здесь гармония, все сыты. Вот в этой смс-ке было написано «Перегите своих животных» предупреждения, что он, что папа оберегается свозь животных. Ну да, потому что, наверное, если собака начнет лавить на этого медведя какая-нибудь придурочная, то он просто ей по голове настучит сразу, моментально, и все, она потом не будет больше лавить. На каком языке там смс-ка? На румынском и на английском. Ну, я поняла сразу по первым словам, потому что «Урсу» было написано. «Урсу» это медведь. По многих языках это слово похоже. «Урсула»? Да. «Урсу». «Урси» с какими-то вариациями, но корень словно «Урсу» это медведь. Вот эта дорога тоже очень красивая, и здесь временами пропадает связь. Наверное, поэтому пришло сообщение такое по каким-то каналам, я не знаю, по каким протоколам даже она пришла, но это не GSM-связь, это не смс-ка пришло. И вот люди здесь останавливаются, останавливают свои машины, идут куда-то, что-то делают. «Урсу» МЧС, да? «Урсу» Нет, я не видел такие сообщения вообще ни разу, чтобы кто-то присылал, прям такая сирена была, я не мог понять, откуда этот звук, и именно в этом месте. Люди ставят вот так вот машины на дороге, куда-то идут, что-то делают, здесь даже небезопасно находиться, потому что и камни могут попадать, и вообще все что угодно, но все равно. Люди ищут острых ощущений. Периодически дорога сужается, обваливается, или что здесь происходит. Чем-то вот это мне грузию напоминает, там тоже серпантины такие, небрежность. уже такой менталитет пошел у людей, они здесь все простые, я говорю, я хотел вот сюда проехать, они говорят, нет, здесь проехать нельзя, я говорю, я просто фото сделать, он говорит, а, фото, в туалет, да, можно, можно, менталитет причем они на русском разговаривают. Все вот удивительно, что здесь накидали айды, и здесь собаки вот так вот лежат рядом с медведями. Впечатляет! Плотина-то гигантская, прям очень большая, удивительного размера, а, пути вообще какой человек, не знаю даже кто, как будто муравьи какие-то, и по ней можно ездить, можно туда поехать, можно туда поехать, а я забыл, куда мне ехать. Так, здесь храм есть, крепость, но там прям гигантская, она, у нее еще такая форма интересная, очень большая, здесь миллионы, миллионы тонн воды, кубометров, очень много, сейчас прочитаем сколько, здесь мусор собирается, в общем, друзья, вот собственно дамба, по которой мы сейчас едем, там самая глубокая точка 150 метров, по ней можно погулять, припарковать машину, и 500 миллионов кубометров, 500 миллионов тонн воды, вот это там подержит, стеночка, но она такая, полукругом идет, ребро у нее, как бы все понятно, но все равно тут просто колоссальное давит давление оказывается, а с этой стороны уже все, стоянка запрещена, это вот только если там припарковаться, здесь уже наверное не получится, сооружение конечно же уникальное, что сказать, это вот отсюда так видно, а она вниз туда еще 150 метров уходит, еще здесь в Румынии очень много вот придорожных вот таких вот всякие разные продают они там видимо наливки еще что-то и если вот едете оттуда с той стороны со стороны этого замка, то лучше там припарковать, потому что здесь тяжело будет найти место и полицейские тоже разгоняют всех продолжаем наше движение здесь то ли сель прошел, то ли еще что-то очень много деревьев поваленных и вообще на самом деле вот эта дорога по которой мы едем сейчас с вами это одна из самых красивых дорог в Румынии и вообще в Европе ее строили военные для того чтобы можно было срочно убежать из Будапешта если понадобится но в итоге это не помогло и как показывает история и в общем потратили очень много денег тысячи тонн динамита тут взорвали короче говоря много людей здесь погибло тоже 40 человек погибло и в общем еще плюс ко всему здесь расстояние примерно где-то 150 может быть почти 200 километров по серпантину нет заправок и я вот меня в этом плане Европа расслабила я вот сейчас еду думаю как добраться уже до самого пика до вершины там я на генераторе спущусь потихонечку доеду до заправки а пока здесь вообще ничего нет просто серпантин никаких заправок отели встречаются периодически но я почему-то думаю что в отелях топлива не будет и нам вот здесь до самого верха примерно осталось 10 километров а там уже потом вниз пойдем уже попроще будет и вот здесь то ли ветром это все то ли селью это все разрушило сейчас у нас тут серьезные подъемы начнутся дорога конечно очень красиво особенно сейчас там будем не спускаться там я посмотрел по фотографиям вообще красота конечно но обязательно заправляйте топливо когда сюда отправитесь чтобы в просак не попасть еще здесь есть кемпинги на подъезде и на съезде но я не знаю как здесь люди ночуют с таким количеством медведей медведи просто выходят на трассу садятся и даже вообще никаких действий не принимают им просто люди кидают еду водители и в общем они это просто едят сидя костры здесь уже жгут здесь уже не заморачиваются насчет огня в лесу так как это было в европе но чем ближе едем турции тем проще становится менталитет сегодня выходной день и там еще палатки всякие разные продают всякое сало мясо там сыры и из-за этого здесь образовывается пробка и там еще дальше по-моему будет еще сильнее пробка потому что все хотят посмотреть сфотографироваться воду здесь еще люди набирают ну да друзья здесь конечно невероятные виды почти 2000 метров ну до 2000 мы поднимемся и в общем все это время серпантины здесь поднимаемся выше здесь уже такая пасмурная обстановочка потому что мы уже до облаков доехали и вот здесь вот такие вот мини-тоннели камни-пады очень красиво очень много привозят колбасы сыра сало я не знаю откуда они это привозят и почему люди именно здесь останавливаются это покупают я думаю это связано с тем что ну не знаю наверное здесь почаще охота людям останавливаться и они поэтому останавливаются и колбасы себе покупают и едут кушают и потом довольны а да здесь же никакого придорожного сервиса вот туалет самый высокогорный туалет а еще и платный так мы по-моему доехали до туннеля и мы его сейчас проедем скорее всего потом будет спуск я по-крайней мере на это надеюсь когда я буду спускаться у меня уже будет меньше расход здесь какая-то пробка теперь здесь еще в этом туннеле пробка потому что по всей видимости там самые красивые места начинаются и люди просто начинают тормозить чтобы остановиться перекрывать дорогу чтобы сделать фотографии и в общем весь туннель стоит мы наконец-то выехали вроде бы здесь очень большая парковка такая и еще по-моему есть телеферик или фуникулер и в общем конечно же здесь все хотят припарковаться вот с этого троса покататься потому что выходной день и вот из-за этого получается здесь такой затор я вот сколько ехал по Европе я вот такую тупость только где-то во Франции на берегу видел и практически всю Европу мы проехали вообще не было заторов а вот это вот я не знаю это либо из-за того что наплыв много местных много туристов сюда приехало и еще выходной день в общем не лезьте лучше в такие места особенно на выходных как-то лучше надо пропланировать свое путешествие потому что люди стоят просто не двигаются там битком забита парковка и люди просто ждут в очереди хотят припарковаться а ну нет нет парковки потому что я смотрю сейчас после этого базара вокзала после вот этого всего там уже не будет пробки и там мы покатимся вниз уже зарядим батарейку и уж там расходовать не будем бензин люди побросали свои машины тут автодома прицепы или что это не знаю что-то торговые какие-то палатки еще плюс ко всему вот так вот с парковки лезут выезжают заезжают и конечно же будет пробка да хотят сделать там что-то фотографии еще что-то знак стоит два километра стоянка остановка запрещена и вот многие даже навстречку повыезжали вот так вот поставили машины и идут пешком на этот базар как будто у них там внизу этого сала нет здесь в горах оно не производится никак оно здесь никак не может быть его сюда привозят откуда-то там снизу или еще откуда-то а они прям едут именно на эту гору за этим салом за этим сыром меня радует только что у меня начал аккумулятор заряжаться я здесь бензин вообще не буду тратить не знаю сколько километров надеюсь что до заправки дотянем не знаю друзья что здесь красивого они нашли вот может быть конечно дорога и серпантин там красиво идет но вот эта пробка и количество людей оно все здесь омрачает я бы наверное если знал бы даже не поехал сюда кстати топтир тоже сюда приезжали снимать передачу тестировать машины и в общем они тоже доехали до половины и развернулись потому что у них начало топливо кончаться а здесь нет топлива нигде и вот у меня как бы гибрид я сейчас заряжусь во-первых во-вторых мне топливо не надо тратить у меня тормозная система все работает на электричестве а как вот бензиновая машина если люди чуть не рассчитали по серпантину 150 километров там расход топлива в два раза больше идет оказывается зимой эта трасса закрыта очень опасно потому что скользко европейцы все на летней резине сюда лезут и видимо много жертв было и поэтому она закрыта никто сюда не приезжает вот сейчас все сюда летом лезут и ну я честно говоря не знаю если хотите заправьте полный бак топлива может быть и не не лезьте сюда в выходной а ночь тоже нельзя интересно ну наверное сюда можно приехать и здесь спать лечь так вот собственно это все выглядит чуть ниже проехали здесь сразу закончилась эта пробка потому что чем выше туда люди поднимаются там эти базары вокзалы и тем больше они хотят остановок сделать ну красивая конечно дорога ну я не знаю наверное я бы второй раз сюда точно не поехал из точки а в точку б это вообще не вариант это просто как достопримечательность и вот здесь вот такая большая фуникулерная тоже станция в принципе там тоже внизу можно ставить машины и на фуникулере еще наверх подняться сейчас есть гораздо лучшие дороги которые проходят по ровной местности которые без вот таких вот такого количества поворотов большого а этой дороге 50 лет и соответственно 50 лет назад такие дороги строили по серпантину по горам ну да они якобы в строжайшем секрете еще строили но я не знаю как вообще можно построить дорогу в секрете ну такой объект который находится под открытым небом то есть здесь один раз самолет пролетит и сразу увидит что как бы здесь ее строят ее даже с google maps снимков видно поэтому естественно ее нельзя было построить в секретности в строжайшем поэтому не знаю как и достопримечательность тоже так себе сколько мы красивого в европе увидели слишком много туристов слишком много мы еще когда ехали в румынию мы читали что типа здесь кемперам не разрешают типа спать в машине типа не разрешают спать а я как сюда приехал как увидел этих медведей как увидел что они здесь костры шкут сразу все понял что в румынии вообще все можно делать это как у нас в Казахстане или как в Турции наверное в России а в Румынии и Болгария в Румынии все можно Болгария а в Румынии все можно но оно так и есть на самом деле в Болгарии запрещают спать в машинах оказывается ну посмотрим нам это еще предстоит узнать а так вы в принципе можете приехать на пикник сюда но спать наверное не стоит прям вот на дороге где леса потому что ну то что медведи придут вероятность очень высокая друзья заправка вот такие у них цены кстати лукойл заправка ну это примерно 700 800 тенге стоит примерно вот так 95 я вообще честно говоря давно не доводил до такого состояния у меня прям там пустой баг был вообще на самом деле это вредно для машины и для вас может тоже стать вредно потому что придется там потом бегать где-то бензин искать а сейчас с новых машин никак бензин не слить ничего это нужно что-то выдумывать придумывать какой-то сервис вызывать и плюс ко всему она начинает самую грязь снизу высасывать и в общем ничего в этом хорошего нет лучше всегда конечно вовремя заполнять бензин слишком полный тоже нехорошо и когда слишком мало тоже нехорошо а вот еще газпром заправка я подозреваю я подозреваю что у них здесь еще заправки есть тоже наши и в Болгарии и в Турции тоже потом вот эти заправки приехали в город как он Сибио напоминает чем-то как будто то ли Волкоград какой-то то ли Оренбург Скоркс куда мы там заезжали в Россию чуть-чуть поприличнее а так в принципе то же самое мы конечно завтра посмотрим еще старый город но так в целом просто вот софтепия Тансиби Сибу и у них здесь уже электрозарядки для электромобилей Порше может быть даже бесплатно заряжается потому что вот Мэрс Хилтоновский здесь заряжается каким-то образом и ну ничего никак не приложит никуда ничего вот такая зарядка европейская никуда прикладывать ничего не надо можно просто наверное бесплатно заряжаться скорее всего молодцы посмотрим что нас ждет ну отель старенький но в принципе вроде бы приличный ну в принципе нормально нормально у них кровать а вот эти снеки скорее всего будут платные там холодильник а вот это все можно бесплатно использовать и кофе можно делать в кофе машинке на балкон и есть ресторан и вид на парк на парк на троллейбус ну в принципе нормально за 80 евро я думаю нормально здесь еще спа есть в принципе хорошая цена можно брекфаст по-моему сюда заказать и принесут прям сюда а вот стоимость континентального брекфаста 7000 тенге ну в целом весьма все прилично у них здесь сейф утюг все что может понадобиться есть биде вот это новая серия они используют сейчас здесь есть крем и шампунь и гель для душа а еще здесь ванна есть можно полную ванну набрать ну и халаты потому что спа есть в отеле друзья посмотрите какая люстра красивая хрустальная да заморочились когда-то это конечно был сейчас он старенький но когда-то это прям крутой был отель вот это все платное здесь у них еще можно загорать и бассейн ну бассейн крытый а здесь по-моему ресторан ну весьма так уютненько между прочим субтитры